Возраст здесь не должен останавливаться? Категорически нет. Возраст… Знаете, когда приходят люди и говорят, ой, я уже… Мне 60 лет, я уже… Куда у меня уже там есть? Какое море? Какие горы? Да, какое море. Я категорически не понимаю таких людей. Вот у меня был сегодня пациент, ему 75 лет. Он отжимается 40 раз, он делает зарядку, он бегает каждое утро, он активен, бодр, он работает, и он собирается ехать, отдыхать, между прочим, далеко за кордоном. И для него это нормальное совершенно занятие. Активность, да, говорят, признаком старости является эмоциональный негативизм. То есть то состояние, когда все плохо, меня не трогайте. Выхода нет. Да, выхода нет. Вот это является признаком старости, а не годы отнюдь. Что с собой брать на отдых? Потому что во многих аптеках с началом отпускного сезона появились вот такие вот длиннющие списки того, что нужно взять с собой. От солнцезащитного до серьезных каких-то средств от пищевых отравлений. Что стоит с собой брать, а чего не надо брать? Наверное, все зависит от того, где будет человек отдыхать. Я думаю, что набирать огромных аптечек с собой не следует, потому что всегда есть аптеки, где все это можно приобрести. Но, безусловно, то, что может понадобиться в дороге, какие-то сорбенты разновидностей лекарств, которые могли бы помочь при отравлении, конечно, нужны. Конечно, нужны средства тем, кто постарше, для того, чтобы снять какие-нибудь, например, боли в сердце. Может быть, для кого-то это нитраты, для кого-то это элементарный валидол, корвалол. Какие-то вещи, которые могут понадобиться. Обязательно нужно иметь что-то, чтобы мочь где-то перевязать, какой-то бинт, йод, зеленка, оказать первую помощь, если получается у человека с ссадины. Средства от солнца, да, категорически да, проверено. Если человек пользуется ими, даже на ярком солнце он не получает ожога. Они должны быть. Обязательно в этой аптечке должны быть какие-то средства, которые бы помогли адаптироваться к той зоне, где человек будет, да. Иногда достаточно взять с собой любимый флакончик валерьянки, да, и он как талисман будет сопровождать кого-то. Вот я знаю, что он у меня есть. Помнить, есть важные средства, да, это нитроглицерин или средства для нормализации артериального давления у людей постарше, да. Мы не можем всего описать, потому что иначе я буду перечислять просто список огромный. Ну, понятно. И у каждого свои, наверное, есть какие-то… У каждого свои особенности, об этом надо помнить. Об этом надо помнить. Просто свое любимое лекарство должно быть… Просто для спокойствия. Должно быть в аптечке, да, безусловно. А если отдохнуть не получилось? Вот человек, который проработал год, бывает такое, что перевелся, например, как раз под отпуск, на другое место работы, да, и отпуск потерял, да, там, компенсацию получил, но компенсация в кошельке, она же совершенно не помогла человеку отдохнуть. И вот получается, что второй год идет, а отпуска нет, а у некоторых и больше. Что тогда делать? Как себя спасать? И насколько это вообще вредно или не страшно совсем? Есть такая наука, называется она нейролингвистическое программирование, NLP, да. Это наука о том, как мы сами себя программируем на те или иные, на то или иное отношение к миру. Когда человек говорит себе, я так устал, я категорически не могу продолжать работу, у меня нет никаких сил. Если он это повторяет себе многократно, да, то будьте уверены, именно так он себя будет чувствовать. Навряд ли обычные методы аутотренинга помогут мне хорошо, мне здорово, когда действительно у человека есть утомление. Но в любом случае есть какие-то выходные, есть часы после работы, когда нужно как следует отвлечься. Я знаю по себе, да, иногда рабочий день затягивается, допоздна, всех нужно принять. И в этом круговороте ты забываешь о том, что, ну, тебе следует отдохнуть. Поездка на час, на два, ну, не знаю, куда-нибудь там, в Кигельбан, позволяет тебе просто отвлечься, не думать хотя бы полтора часа о том, что продолжает крутиться у тебя в голове. Это очень здорово. Есть выходные дни, где обязательно их сейчас, например, можно провести на наших реках, на наших озерах, обязательно их провести там, выехать на природу. Таким образом мы умудряемся отдохнуть и восстановиться гораздо быстрее. Есть методы релаксации, да, когда человек отключается от всего, этому надо учиться. Этому надо учиться, это такой же навык, к сожалению, нас не учат, их ни в школах, ни в институтах, нигде этому не учат. Этому придется учиться самому, может быть, на каких-то тренингах, да, если человек найдет их. Научиться расслабляться, потому что, как правило, в данном случае расслабление — это не метафора. В данном случае речь идет о мышечном напряжении. Если посмотреть за человеком, который устал, то вы увидите, что его тело действительно напряжено. У него подорваны вверх плечи, да, у него вот как бы вколоченная голова, у него напряжено все тело, он действительно напряжен. И он устает от этого, да? И он от этого категорически устает, безусловно. Мало того, у него начинаются какие-то симптомы боли в грудной клетке, он считает, что это болит сердце, обращается к кардиологу, обращается к терапевту, не подозревая в том, что это просто мышечная боль. Я ни в коем случае не хочу сказать, что если у вас болит грудная клетка, то не обращайтесь к врачу. Это очень важный и иногда грозный симптом. Нужно в первую очередь исключить болезни сердца. Но расслабление в данном случае имеет речь о отношении к мышцам. Расслабьте свои мышцы. А когда мы их можем расслабить? Когда наше психоэмоциональное состояние изменилось, опять вернулись к НРП. Когда мы переключились, да? Переключиться. Нам нужно по-другому воспринимать ту действительность, которая у нас есть. Что касается тех, которые не смогли отдохнуть, есть же и люди, которые работают шесть дней в неделю, а не пять. У них один выходной в неделю. И на самом деле, казалось бы, всего один день, но в течение года это, наверное, месяца полтора набегает дополнительных работы. Да, да, да. И вот этим нарастающим итогом получается, ну ничего себе. Человек работает на полтора месяца в году больше, чем все в основном. Тем, кто работает в режиме шестидневки, им нужно больше отдыхать. И как им вообще с этим одним несчастным воскресеньем-то справляться? Я думаю, что действительно им нужно отдыхать больше, если у них есть такая возможность. Если предоставляют. Если предоставляют такую возможность, то да, безусловно, это повод отдыхать больше и дольше. Но вот этот единственный выходной… Знаете, есть такое состояние, вот я устал, я бы повалялся. И человек увлекается этим бездельем и продолжает валяться весь день. Еще хуже перед телевизором, например, да, или перед компьютером. И тогда воскресенье точно пропало. То есть отдыха так и не получилось? Отдыха не получится, безусловно, да. Мало того, возвращаясь к той же теме расслабления. Посмотрите за человеком, который, например, вот так вот подложив руку на голову, лежит перед телевизором. Он не расслаблен, он перенапряжен, причем асимметрично перенапряжен. Все это отражается в работе нашего мозга. Поэтому, если он куда-нибудь, например, подвижной игрой какой-нибудь займется или пойдет поплавать хотя бы пару часов, то он переключится совсем на другие вещи. Включать обязательно движение, физическую нагрузку. Плюс, очень важный фактор, это температурные режимы. Я всякий раз пациентам своим говорю, пожалуйста, делайте мягкий контрастный душ. А что значит мягкий? Это значит, что не надо себя выливать в ведро ледяной воды. Для многих это чересчур. Хотя есть и такой метод закаливания, например. Потренируйте свои сосуды. Когда вы проснулись, организм еще спит. Было бы очень здорово приучить себя к тому, что вы уже бодрствуете. Вы сейчас пойдете где-нибудь на работу, вы начнете эмоционально на что-либо реагировать, скорее всего, может быть, еще даже в транспорте. Ваши сосуды начнут играть. Говорят, доктора так шутят, что душа у человека не в сердце, она находится в надпочечниках, потому что они выделяют гормоны адреналин, ацетилхолин, которые суживают сосуды. Хорошо было бы их потренировать. Вот как делает человек очень часто гимнастику какую-то, очень здорово было бы потренировать сосуды. С утра. С утра. Тот человек, который вам поможет, это вы сами. Сделайте мягкий контрастный душ. Я его называю от приятного до приятного. Выйдя из своей постели, зайдите в ванну и решите, что вам сейчас хочется, теплой воды или прохладной. Потом усильте это, сделайте несколько волн. Вы очень здорово потренируете свои сосуды. Многие занимаются этим и отказались, например, от утреннего кофе, что не всегда есть хорошо, между прочим. Правда? Да. Утренний кофе помогает человеку взбодриться. Он действительно убыстряет процессы межполушарные. Человек начинает быстрее соображать. И гипотоников у тех, у кого низкое давление, он повышает давление. Но за счет чего? В частности, за счет спазма сосудов той же брюшной полости. Через время человек обращается к врачу и говорит, у меня что-то живой болит. А что ты делаешь, спрашиваю я? А я пью кофе сколько? Ну, чашек восемь в день. То есть, что делает человек? Он устраивает у себя в организме гормональную перестройку. Он хочет так проснуться, ему так лучше. Но это можно сделать физиологично. Физиологично, сделав, например, контрастный душ. Многие говорят, я теперь делаю только контрастный душ и не пью кофе по утрам. Если человек начинает, например, день с этого, то он больше готов к стрессам. А стрессы... Да, я хочу, чтобы наши зрители понимали, стресс — это неплохо. Стресс — это хорошо. Стресс помогает выжить. Вот понятие дистресс, который уже выше запредельного... Когда зашкаливает. Когда зашкаливает, совершенно верно. Вот это уже хуже. Вот если вы подготовили себя к каким-то физическим упражнениям, когда вы подготовили себя психоэмоционально, то это будет просто стресс. И организм начнет выживать. Да, все, что нас не убивает, позволяет нам выжить и расти. Давайте вернемся к отпускникам. Расскажите нам, какие есть меры безопасности, связанные с питанием в отпуске. В разных местах, в разных широтах. Вы говорили уже о том, что, вернувшись в привычный ритм, если были излишества, нужно как-то себя ограничить. А вот в момент отпуска, ведь есть же такое мнение, что нужно чуть ли не пару битилитровых бутылок воды своей местной с собой взять, чтобы не было неприятностей с водой, которая будет в другой стране или в другом городе. Про пищу и воду. Это важно. Дечь идет о том, что очень часто действительно другая вода, и организм реагирует по-другому. Могу сказать просто. Если это наша страна, то практически в нашей стране вы везде найдете столовые воды, к которым вы привыкли здесь. Это не проблема. Важно, пьет ли человек эту воду. Потому что, когда я общаюсь с пациентом, я задаю ему один из первых вопросов. Сколько воды вы пьете и какой? Чаще я слышу, ну, где-то около двух литров. Когда начинаю выяснять, что это за вода, то выясняется, что это тот самый кофе, чай с сахаром, компот, кисель и первое блюдо. То есть жидкость, а не вода, да? Да, совершенно верно. Воды там оказывается, ну, например, один стакан. Таблетки запить. Или еще что-нибудь в этом роде. Нет, речь идет о чистой минеральной столовой воде. О лечебных водах мы не будем говорить, их назначает врач. Если человек выпивает их приблизительно полтора литра в день, то он, по крайней мере, здорово заботится о том, чтобы его кровь была в надлежащем состоянии, в текучем состоянии. Чтобы она здорово омывала все органы и системы. Поэтому это самое первое правило. Если вы его несете с собой в отпуск, неважно, где вы находитесь, это очень важно. Второе. Есть действительно искушение, если бы, особенно в чужой стране, попробовать местную кухню. Ну как же не попробовать? Ну это же часть программы должна быть обязательно. Безусловно. Это надо сделать. Я рекомендую своим пациентам, а я занимаюсь и снижением массы тела у своих пациентов, обязательно брать с собой какие-нибудь клетчатки. Да, клетчатку какую-нибудь. Это вот то, что в порошке в аптеке? Есть в порошке в аптеке продаются, есть таблетки уже спрессованные, уже готовые. Очень хорошо в случае чего сорбировать это и вывести, если вдруг организму это не понравится. Если такой возможности нет. А вот те сорбенты, о которых мы говорили, даже наш старый уже раскритикованный, активированный уголь, уже поможет часть чего-то собрать. Помнить нужно, что если у человека есть желудочно-кишечное заболевание, то усердствовать с такого рода экспериментами гастрономическими я бы ему не посоветовал, потому что он просто испортит себе отпуск. Спасибо вам большое. Будем желать, чтобы отпуск никто себя не испортил, кто еще не успел отдохнуть. Спасибо, что пришли сегодня и все это рассказали нам. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!